В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление организации по запрещению химоружия ОСХО о количестве яда новичок, которым были отравлены бывший полковник Грув Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Слова представителя МИД Марии Захаровой передает Интерфакс, по оценке экспертов, от 50 до 100 граммов химического отравляющего вещества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то что двух человек, сказала она. В то же время спикер ведомства отметила, что Скрипаль и его дочь в результате атаки не только выжили, но и нормально функционируют. Ранее 4 мая глава ОСХО Ахмед Уземджу сообщил, что, согласно результатам экспертизы для отравления, было использовано от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества в жидком виде. До этого президент Чехии Милаш Земан заявил, что газ-новичок, которым, предположительно, отравили Скрипаля и его дочь, производился и складировался в его стране. В Кремле отметили, что это иллюстрирует несостоятельность позиций Великобритании по делу Скрипаля. В апреле ОСХО подтвердило, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом, при этом в докладе не упоминалось название «новичок». Великобритания сочла эти выводы доказательством вины России в нападении на бывшего шпиона, Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления нашли следы вещества семейства «новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинение. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.